И да, я хочу попасть туда и поиграть. Я просто хочу скачать эту игру, потому что я устал смотреть, как монстры надирают задницу этому парню. Это выглядит легко. И в этом и смысл. Я и бесчисленное множество других ребят вовлечены в дела, которые никак не влияют на нашу жизнь. Нет, даже не так. Это оказывает негативное влияние на вашу жизнь. Это отвлекает от решения реальных проблем. Кроме того, делая покупки в игре, вы не только тратите свое время, но и платите за эту зависимость. Господа, я знаю, что у игр есть некоторые плюсы. Я читал исследования, оплачиваемые игровой индустрией. А если серьезно, я видел, как мой сын-интроверт лучше общался со своими двоюродными братьями в онлайн-играх. До сих пор у меня сохранились приятные воспоминания о том, как я 30 дней проходил Зельду на Нинтендо. Но эти преимущества могут легко перевесить недостатки, если вы станете зависимыми. Если вы обнаружите, что даже не можете выйти из игры. И именно поэтому, господа, я начинаю этот список зависимости от видеоигр, как одно из привычек, делающих мужчин слабыми. Итак, еще раз, господа, я знаю, что многие из вас любят игры, поэтому я не хочу слишком много об этом говорить. Но я действительно думаю, что видеоигры и азартные игры на самом деле похожи, и мы видим, как трудно провести границу между ними. Это интересно, и я думаю, что за этим будущее, но будьте осторожны. Будь то азартные игры или видеоигры, поймите, что они используют одни и те же механизмы, чтобы затянуть вас. Скорее всего, если вы смотрите этот канал, если вы хотите стать тем, кем вы себя видите, вы знаете, что у вас есть кое-что, что вам нужно сделать. И это еще одна плохая привычка, которую мы воспитываем в себе. Мы откладываем дела, которые должны изменить нашу жизнь. Я знаю, что мне помогает введение дневника и запись своих приоритетов. Реальность такова, что только половину дней недели я действительно нахожу время для этого, но когда я это делаю, это невероятно эффективно. Я просматриваю, записываю все, что хочу сделать, и иногда получается от 10 до 15 дел в день. Это много, поэтому я сосредотачиваюсь на том, что должно быть сделано в первую очередь, и сосредотачиваюсь на чем-то одном. Господа, если вы сможете записать то, чего хотите достичь, а затем найти одну вещь, сделав, которую в первую очередь все остальное начнет становиться на свои места, то все поменяется. Теперь, когда я просматриваю и записываю все, что хочу сделать, я задаю себе лишь один вопрос. Что сделать первым, чтобы это было полезно для меня? Следующая вредная привычка – это ваш телефон и установленные на нем приложения. Я говорю о Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и даже BeReal. Дело в том, что вы, господа, продукт этих приложений. Вы зависимы от этих приложений, вы проводите время здесь, на Ютюбе. Они даже говорят об этом. Эти компании нанимают ученых, чтобы держать вас в зависимости от этих приложений, чтобы вы сидели на Ютюбе. Да, я знаю, я сам ютюбер, но дело в том, что вам нужно контролировать время, проведенное за экраном. Обычно эту информацию можно получить на телефоне, и я думаю, что вы будете шокированы тем, сколько времени вы проводите в телефоне. Вы увидите, какие именно приложения вы используете. Я делал это со своими детьми. Хорошо, идем дальше. Какие у нас цели на следующий год? Итак, помогут ли телефоны помочь вам достичь ваших целей? Нет, они не сильно помогут. Посмотрите на время, проведенное за телефоном. Когда мои дети увидели, что они проводят в среднем по 3-4 часа в день со своими телефонами, мы вдруг поняли, хорошо, нам нужно внести некоторые коррективы, потому что это не соответствует нашим целям. Я спросил, что мы можем изменить, и мы решили отложить телефоны после 8 часов вечера. По итогу этот шаг изменил многое в их поведении и вдвое сократил их экранное время. Следующая вредная привычка, ослабляющая вас, ваша зависимость от алкоголя, наркотиков, жирной пищи, сахара. Друзья, даже соленые продукты вредны. Для меня это сахар, и я пытался отказаться от него. Это тяжело, я понимаю. Алкоголь для меня тоже был чем-то, что я любил. Я имею в виду, что я выпивал немного, и меня начинало тянуть к девушкам, но я понял, что это не мое. Мне есть, что терять. У меня прекрасные отношения с женщиной, которую я люблю. И я не хочу делать глупости, когда выпью немного. Итак, поймите, какая зависимость у вас. Вы любите газировку, раньше я любил Кока-Колу. Я просто исключил из своей жизни все прохладительные напитки, потому что увидел одну рекламу. Там рассказывалось, что я вливаю в свой организм жидкие жиры, и я понял, что я могу отказаться от этого. Мне просто нужно научиться любить вкус воды. Добавьте к ней немного лимона, будет вкуснее. Но знаете, зависимость от сахара – это то, с чем я борюсь. Потихоньку выигрываю, и я обнаружил, что я один из тех людей, которые хотят изменить систему. Я хочу медленно вносить изменения, поэтому почти не замечаю этого. Ты бросил вредные привычки? Если да, дай мне знать в комментариях. Но как только это становится зависимостью, когда это становится чем-то, без чего вы не можете обойтись, вот тогда и возникает проблема. Я знаю по себе, я пил много кофе, и я чувствовал, что у меня зависимость от кофеина. Я сказал, хорошо, могу ли я прожить целый день без кофе? Я сделал это за один день, проходят два дня, потом три. Затем я смотрю на заменители кофе, потому что мне все еще хотелось почувствовать его вкус. Но я не хотел ничего с кофеином. Итак, я нашел альтернативы. И вы тоже сможете это преодолеть. У вас действительно есть сила воли? Есть ли у вас способность мысленно преодолеть некоторые из вещей, которые вас влекут? Говоря о контроле над вещами, давайте поговорим о контроле над своими эмоциями. Тот, кто давно меня знает лично, отмечает, что я всегда очень прямолинеен. Я думаю, что Аарон Марина все время звонит мне, потому что он такой «Эй, ты, ты такой спокойный». Аарон повсюду, он говорит, что это его итальянское наследие. Но что касается меня, люди, которые действительно меня знают, знают, что да, я не слишком эмоционален, но я могу взрываться. У меня проблемы с гневом. Это началось, когда я был ребенком. Я брал свои любимые игрушки, выигранные медали и просто бил их битой. И я помню, как однажды я ударил эту металлическую штуку так сильно, что она отскочила и попала мне по голове, почти нокаутировав меня. Это не стало для меня уроком. На протяжении всей жизни моя жена видела это несколько раз. Мы только что поссорились, и я, забрав страницу из книги Стива Каррелла, выпрыгнул из машины. Не самая умная вещь. Мы ехали всего около 20 миль в час. Суть в том, что я такой, я должен был вылезти. На днях я не мог разобраться с телеком, я не знаю, как так вышло, я просто пытался что-то посмотреть. У меня был тяжелый день, и я сломал его. Я все еще чувствую себя глупо. Я имею в виду, это было всего два месяца назад, и я понял, почему я это сделал. Потому что я не ходил в спортзал около четырех дней, и у меня накопилась вся эта энергия. И я понял, что мне нужно держать свои эмоции под контролем, особенно в условиях сильного стресса, когда у меня множество дел, семья, обязательства перед людьми. Я знаю, что для меня это разрядка, ходить в спортзал, бросать тяжести, бегать, выходить на улицу, и, может быть, просто ходить вверх и вниз по дорожкам. Я нашел еще один способ, который помогает мне справляться с своими эмоциями. Это разгрузиться и поговорить с людьми, которые готовы выслушать меня. Вот почему у меня есть компания из пяти-шести парней, которым я могу позвонить в любое время по телефону, и они выслушают меня, а я могу их. Я также считаю, что выходить из ситуации способом, который я описывал, например, выпрыгивать из машины, не стоит. Можно просто выйти из дома, пойти погулять. Я обнаружил, что действительно стараюсь прикусить язык, прежде чем что-то сказать, особенно когда я с своими детьми, и они просто сводят меня с ума. И я понял, что на самом деле это не они виноваты. Это все остальные вещи, которые произошли либо в тот день, либо на той неделе. Но они станут той соломинкой, которая сломает горб верблюду. Мне просто нужно выбраться из этой ситуации. Когда я дохожу до этого момента, моя жена говорит, «Эй, как насчет того, чтобы просто уехать отсюда? Как насчет того, чтобы покататься? Может, вы захотите пойти на стрельбище?» Но я считаю, что нужно просто успокоиться и сосредоточиться на своем дыхании. Это почти умственное упражнение. Пишите в комментарии, как вы контролируете свои эмоции. Как вы держите все под контролем. Как не уподобиться вулкану во время взрыва. Следующая плохая привычка заключается в том, что мужчины избегают боли и страданий. И вот в чем дело, жизнь полна боли и страданий. Ты просто выбираешь, с кем ты будешь страдать. И это то, что мне нравится в корпусе морской пехоты США. Меня окружали сумасшедшие психи. Это было похоже на культ религии, а не на армию. Я имею в виду, что армия – это военные. Моряки просто плавают. Авиация просто летает. Сухопутные войска. Мы любим вас, ребята. Но морская пехота – чувак, они просто сумасшедшие. Они постоянно давали нам задания и приносили еще больше боли и страданий. Я помню одного парня, Лавотти. Этот парень был просто источником вдохновения, потому что, независимо от того, что с нами делали, он всегда говорил, «Это все, на что вы способны. Заставьте меня страдать». Я имею в виду, что он был там всю ночь, и я, конечно, присоединился бы к нему, потому что мы всегда были вместе. И поначалу я хотел надрать ему задницу, но потом понял, что это все игры разума, потому что он пойдет до конца. Командиры не дадут нам умереть. Большинству из нас. Они пытались нас сломать, и он понял, что он мог бы тренироваться до определенной степени выдержки. Но вы понимаете, что ваш разум пытается защитить ваше тело. Ваше тело способно на гораздо большее. Я сделал это видео на днях. Мой сын выходит утром и первым делом принимает ледяную ванну. И так уже три недели. И я не говорю, что это для всех, но его подход заключается в том, чтобы начать день самого сложного дела, которое он может сделать. Да, на улице мороз 0 градусов, и он оказывается в ледяной воде. Он должен растопить лед, и знаете что? Остаток дня проходит легко после этой ледяной ванны. Сейчас я не такой авантюрный, как мой сын. Я просто начинаю день с тренировки. У меня есть персональный тренер с другого конца света. И ей не нужно рано вставать, но я не хочу ее разочаровать. Итак, каждое утро я прихожу туда в 6.00, и Джо проводит со мной тренировку по гимнастике. Всевозможные сумасшедшие вещи, которые она заставляет меня делать. После этого я чувствую себя прекрасно. Ну знаете, может быть, не совсем здорово. Но я определенно счастлив, что тренировал свое тело. И это просто облегчает весь день. Итак, еще раз, господа, я хочу сделать это видео интерактивным. Я хочу услышать от вас, через что вы проходите, какую боль и страдания вы рекомендуете испытать. Потому что, опять же, так много мужчин слабы, потому что думают, что час в очереди – это конец света. Ребята, я имею в виду, если вы на самом деле не прошли через настоящую боль и страдания, если вы не пробежали марафон с камнем на спине, подумайте, каково быть бездомным. Я не рекомендую вам, но если вы пройдете через настоящую боль и страдания, тогда вы поймете, кто вы есть на самом деле. И опять же, я думаю, что они называют это вызовом миссоги. Я говорил об этом в другом видео, на которое я дам ссылку в конце видео. На самом деле, делать что-то раз в год настолько сложно, что шансы пройти через это 50 на 50. Вы не хотите умирать во время всего этого, но это будет сложно. Может быть, вы выходите и бежите марафон, к которому вы не очень хорошо подготовились. Ты собираешься пойти туда и совершить 50-мильный поход по горам. И да, это довольно долго, но выполнимо, хотя вы также можете потерпеть неудачу. И я думаю, что даже если ты упадешь, даже если ты справишься, ты все равно оглянешься назад. Я сделал все возможное, я буду работать, я буду тренироваться, чтобы попробовать еще раз. И на этот раз все получится. А теперь, господа, если вам нравится сегодняшнее видео с более разговорным тоном, сделайте одолжение и поставьте лайк. Дайте богам Ютуба знать, что это видео достойно того, чтобы им поделиться. Следующая плохая привычка – ставить людей выше себя, особенно женщин. Многие из нас, увидев красивую женщину, не могут говорить и замирают. Но она всего лишь человек. Раз в день она садится на горшок и занимается делами так же, как и вы. Знаете, если вы очеловечиваете людей таким образом и понимаете, что они состарятся, что у них будут плохие дни, что даже если она невероятно красива, у нее не всегда будет эта физическая красота. И вообще, какое это имеет значение, когда вы понимаете, что она просто родилась с этим? Я думаю, ты сможешь победить, перестать ставить людей на пьедестал, особенно меня. Я знаю, что многие парни смотрят мои видео, может быть, ты моложе, и ты думаешь, Антонио, ты суперкрут. Ребята, вы меня плохо знаете. Я делаю много ошибок. Я, знаете ли, только в прошлом году потерял несколько сотен тысяч долларов в криптовалюте. Не самый умный поступок. Это были деньги, которые я должен был вложить в более скромную инвестицию, потому что это было для земли и дома. И я был очень глуп, когда сделал это вложение. Как и все остальные, я человек и могу ошибаться. Когда вы понимаете, что люди, на которых вы смотрите, такие же люди, как и вы, тогда вы осознаете, что способны делать то же самое. Вы не должны воспринимать все, что они говорят, как истину. Вы должны принять это с недоверием. Женщина, которая вам приглянулась, такая же, как и любой другой человек. Да, у нее могут быть некоторые достоинства, которые делают ее очень привлекательной для вас в данный момент. Но жизнь – это гораздо больше. Когда ты это осознаешь, когда ты видишь красоту в других людях, ты начинаешь понимать, что все мы просто люди. Да, я военный, но я такой же человек, который упадет от одного удара в нужное место. Это напоминает мне о том, насколько хрупка эта жизнь и насколько осторожным нужно быть. Раньше я думал, что я непобедим пока. Мне не пришлось собирать по кусочкам ребенка, который мчался на мотоцикле со скоростью 180 миль в час по шоссе номер 5 за пределами Пэндлтона. Мы не такие, и вы перестаете возвышать людей и начинаете относиться к ним, как к простым людям. И вы начинаете относиться к людям с большим уважением. Вы требуете уважения. Вы ожидаете этого, и вы не имеете дела с людьми, которые не проявляют к вам элементарного уважения, которое нужно каждому из нас. Но перестаньте возвышать людей. Я тоже был таким. Я помню, в старшей школе была девушка, которую я обожал и в которую влюбился, но она не любила меня. Она не знала о моих чувствах, и я возвысил ее. Для меня она была непогрешима. Я, наверное, даже представить себе не мог, что она когда-нибудь, знаете ли, могла пустить газы или что-то в этом роде. Но смысл в том, чтобы понять, что все мы находимся на одном уровне, что никто не заслуживает особого отношения. Каждый заслуживает уважения другого человека, и всем становится от этого легче. Итак, какое видео посмотреть в следующем, давайте поговорим о кризисе психического здоровья, с которым сталкиваются мужчины. И я говорю о жесткой правде, которую нужно решать во всем, что происходит. Это одно из моих лучших видео, которые я сделал за последние несколько лет. Посмотрите его. Оно очень хорошее. Субтитры сделал DimaTorzok